Девушки отдыхают В северной части Баренцево море она взломала лед своим корпусом и произвела ракетные старты После всех многочисленных пусков практических ракет понял, что мы можем делать все лучше, чем американские подводники Подводная лодка этого проекта в случае войны могла поразить надежнейшим образом 200 целей Одна, 200 целей Но эксплуатация больших субмарин и тяжелых ракет была крайне сложной Только в 1983 году первая лодка типа «Тайфун» смогла выйти на боевое патрулировое На создание этой стратегической системы страна затратила огромные ресурсы Многие из товаров народного потребления попали в разряд дефицитных Уже в июле 1987 в районе Северного полюса с модернизированного подводного крейсера 667 проекта была запущена новая ракета Этот эпизод еще раз напомнил подводникам о чрезвычайной опасности плавания в Арктике И конструкторы создали твердотопливную ракету будущего с подводным стартом Способную стрелять сквозь ледовый панцирь Так называемая «Барк» Это была ракета просто уникальная по этим вот параметрам И по дальности, и по мощности Она несравнимо превосходила ракету Р-39 А габариты ее оставались такие же В эту ракету Игорь Величко и назначенный в 1998 году генеральным конструктором Владимир Дегтярь Вложили все идеи, унаследованные от своего учителя Виктора Макеева Однако в конце 90-х работы над практически готовым комплексом морского стратегического оружия «Барк» были прекращены Тем не менее, за прошедшее время перестало существовать и группировкой шести сверхмощных ракетоносцев типа «Тайфонов» Из 61 атомохода с баллистическими ракетами к строю осталось всего 8 В начале третьего тысячелетия морская составляющая ядерной триады России оказалась на грани исчезновения 9 сентября 2006 года в районе Северного полюса разведывательные спутники США зафиксировали старт стратегической ракеты с борта российской подводной лодки Неожиданно для руководства Пентагона пуск был произведен не в сторону Камчатки, как обычно, а в противоположном направлении Стрельбу ракеты Р-29РМ по полигону, расположенному в Архангельской области, выполнил атомный подводный крейсер К-84 «Екатеринбург» На следующий день в тот же квадрат из акватории Тихого океана успешно нанесла ракетный удар подводная лодка стратегического назначения «Святой Георгий Победоносец» Сохранение мира зависит от коллективных усилий всех государств